здравствуйте дорогие друзья хочу предложить вашему вниманию прогноз на июнь по знакам зодиака июнь приближается и я вам уже рассказывал не знаю смотрели вы это видео или нет а потому что у меня сейчас большие технические проблемы со связью что в начале июня формируется какой-то очень опасный симметричный треугольник 1 июня луна будет проходить нисходящий узел своей орбиты упадок здоровья физических сил снижения биоритмов ровно через два дня полнолуния и после ровно через два дня то есть получается уже 7 июня берегей то есть максимальное сближение луны с землей таким образом получается что мы имеем некий опасный треугольник где начало спад физический а завершение треугольника спад эмоциональный и психически 7 июня и в центре полнолуние так вот как подготовиться представителям разных знаков зодиака для овнов мы рекомендуем начать июнь с того чтобы привести в порядок свои мысли потому что как известно все начинается с головы и поэтому когда мысли в порядке то как бы и тело этому будет соответствовать так что овны не теряйте пожалуйста правильных мыслей всегда будьте в строю составьте расписание на ближайшие дни и недели даже если она полностью не совпадет с реальностью это вам все равно поможет для тельцов важно в ближайшее время в начале июня на этом опасном треугольнике как-то правильно распределить свои финансовые дела и потоки проследите не сбились ли автоплатежные сервисы если они у вас установлены нет ли какой-то просрочки по каким-то платежам чтобы не выросла задолженность потому что вот этот треугольник он может привести к тому что у тельцов так или иначе в июне увеличится долг хотя конечно этого бы не хотелось но самый интересный прогноз получают близнецы почему потому что как раз вот это полнолуние в начале июня она непосредственно формируется со солнцем в близнецах и луной в стрельце близнецам придут в голову совершенно уже необычные мысли а именно о конце света представьте себе чего только как говорится к нам не придет и о чем только мы не подумаем для близнецов история с концом света может оказаться какой-то весьма знаковой и поэтому мы советуем близнецам посвятить начало месяца какому-то философскому подходу к жизнью а главное постараться меньше суетиться вот на эту тему одна из главных картин одно из главных произведений искусства это работа великого итальянского художника философа и астролога а также инженера и изобретателя а также список его профессии талантов бесконечен леонардо да винчи тайная вечеря где иисус сидит за одним столом с двенадцатью учениками апостолами и современная исследовательница из ватикана галиция спорца установила что там в окнах на тайной вечере зашифрована дата конца света то о чем как раз близнецы будут активно думать на протяжении ближайшего времени спрашивается что же это за дата согласно галиции это двадцать первая марта четыреста соответственно шестого года даже сразу и не выговоришь вот согласно исследовательницы картины тайной вечери на этой вот там в окне и плюс другие тайные знаки на столе вот где вот это тайная вечеря происходит в этом зале там указано что конец света и страшный суд наступят двадцать первого марта четыреста шестого года давайте проанализируем эту дату во первых это весеннее равноденствие что уже не может не привлекать наше с вами внимание потому что 21 марта ежегодно начинается весна и начинается отсчет времени в природе и в жизни людей но этого недостаточно а теперь давайте попробуем с вами применить к этому методу сейчас продолжим прогноз по знакам зодиака по ведической нумерологии да друзья вы не ослышались мы очень активно пользуемся методами так называемой ведической древней индийской нумерологии которая дает безошибочные результаты и помогает сделать коррекцию судьбы так вот 9 ведических богов они же планеты будха меркурий шукра венера чандра луна брехаспати юпитер сурья солнце мангала марс кету хвост дракона шани сатурн шаса и раку голова дракона у любой даты существует сразу ведическое число души и ведическое число судьбы а есть еще ведическое число тела ведическое число дома или квартиры и так далее то ведическая нумерология объясняет все что происходит вокруг нас на языке чисел и так ведическое число души у этой даты тройка это брехаспати ведическое число бога юпитера который является самым добрым и светлым из девяти богов планетного ведического пантеона и смысл в том что все таки тот мир в котором мы родились и живем он единственен и прекрасен во вселенной но если мы сложим все числа входящие в дату вот этого предполагаемого конца света напомню что это дата именно фигурирует как конец света в исследованиях галиции с порции это современная исследовательница тайной вечери и вообще шифров леонардо да винчи то у вас получится в таком случае сумме семерка а семерка это число кету кету или хвост дракона это символ окончания всего брехаспати и кету таким образом ведическая нумерология нам подтверждает что возможно хотя любые прогнозы конца света относительны но подтверждает что у этой даты есть серьезный потенциал оказаться финальной даты поэтому уважаемые близнецы когда вас посещают такие мысли то я думаю самое время противостоять в июне этому зловещему треугольнику повторюсь что начало июня я не припомню на своем веку на своей астрологической практике такого треугольника с вершиной причем это треугольник четко именно идеально равнобедренный с вершиной в полнолуние который разрушает физическое здоровье а потом психическое здоровье многих людей и чтобы этому противостоять и даже попробовать провести вибрационную терапию судьбы как это принято в ведической нумерологии я приглашаю желающих на наш следующий вебинар и только сейчас я непосредственно столкнулся с тем какое огромное противостояние своей деятельности я испытываю и если раньше я активно приглашал вы это слушали но кто-то ходил кто-то нет то сегодня большинство людей которых я мог бы спасти и помочь с помощью астрологии просто не видят меня и не слышат потому что темные силы решительно хотят пресечь мою деятельность и тем не менее если до вас дошла эта информация то я сейчас вовсе не кокетничаю не исключено что это финальный вебинар ну просто потому что я же не могу учить пустоту поэтому обязательно поэтому кому интересна судьба карма древней индийская астрология и творчество универсального гения леонардо да винчи я приглашаю вас на вебинар он запланирован на ближайшую пятницу ведическая нумерология код да винчи оплата у меня не меняется потому что это уже вопрос не оплаты а вопрос моей физической возможности тут абсолютно не в деньгах не в цифрах дело это просто вообще даже не оплата а маленький комплимент мне но к сожалению и он уже не вытягивает ситуацию поэтому не исключено что это финальный вебинар как говорится последний концерт поэтому пожалуйста примите в нем участие кому это интересно 3000 рублей на карту сбера мы сейчас продолжим прогноз по знакам зодиака на июнь 42 76 16 09 36 20 96 43 или 55 условных единиц по paypal и чек вы присылаете на дуга астролог собака gmail.com ведическая нумерология и код да винчи это потрясающие знания просто потрясающие поэтому я приглашаю всех принять участие в этом уникальном вебинаре ну а мы продолжаем и подготовиться концу света 21 марта как вы запомнили 400 6 4 0 0 6 406 года следующий знак это рак начало июня может повергнуть раков в уныние потому что они могут прямо посреди благополучия лишиться работы ну ладно если бы это был просто очередной отпуск тогда понятно но те кто не собирался в отпуск вдруг обнаружат что их либо сократили либо их там перевели на какой-то график неполной занятости либо еще какая-то вот это вот трудовая казуистика результатом которой просто у раков станет отсутствие привычного трудового дохода поэтому раки на всякий случай может это и не случится и мы вам желаем чтобы этого не случилось но вы уж пожалуйста на июнь как-то продумайте план б и остальные планы и так сказать если план а не сработает что вы будете делать если в июне действительно возникнут проблемы с трудовыми а также не трудовыми доходами что ждет львов вот для львов кстати прогноз неплохой у львов в какой-то в начале июня на фоне вот этого опасного разрушительного треугольника подъем творческих сил настроения по принципу когда всем плохо мне хорошо но это не это просто что львы всегда как царственный знак идут против течения поэтому львы для вас мы не прогнозируем ничего плохого так что все у вас в порядке так держать а вот у девы все не так гладко происходит и дело выяснить что возникнут какие-то в начале июня могут быть только вы не удивляетесь пожалуйста тема которую я сейчас хочу озвучить крайне редкая и это такая тема которой при солнечном свете и касаться не хочется но увы это есть нашей жизни тема всего что связано с кладбищенскими делами я ни в коем случае не хочу сказать что дева туда сама отправится не но дела с родственниками но не живыми а умершими может так оказаться что девам поступит информация что что-то там не то происходит и потребуется ваше участие поэтому девы может быть стоит не дожидаясь нехороших известий просто самим в начале июня выбрать подходящую дату время и навестить своих ушедших дорогих людей заодно и проверить все ли там в порядке повторяю прогноз необычный но очень и очень точный а вот у весов первая половина июня складывается как ни странно позитивно и вся она будет наполнена поездками но на короткие расстояния это могут быть командировки поездки на дачу или в санаторий куда-то в ближайших регионах не далее весы предпримут такие поездки в общем все у них будет в хорошем рабочем графике а вот что ждет скорпионов а вот скорпионов ждет как раз ситуация когда потребуются средства а их не окажется или нужного количества не окажется поэтому уважаемые скорпионы мы вам советуем всякий случай в начале июня поменьше тратьте побольше копите совет банальный но единственно правильный в этой ситуации переходим к стрельцам а что же ждет стрельцов в начале июня а их ждет полнолуние как раз полнолуние и стрельцы будут номер один вот среди жертв вот этого треугольника и если близнецы только испытают мысли о конце света о том для чего все это зачем мы живем что там в конце тоннеля и так далее то стрельцам придется активно бороться за сохранение своего физического и психического здоровья а тут как раз очень помогут расчеты по ведическим богам есть ведическая астрология а есть ведическая нумерология астрологию так быстро не освоишь а нумерологию вы сможете освоить даже если вы вообще этих богов раньше никогда не знали и не слышали за одно занятие и еще вдобавок тайный код да винчи который поможет нам работать с временем своего рождения это потрясающие коды связанные напрямую с астрологией и как раз стрельцы рассчитают в чем слабые места их организма и как их как их укрепить там будет число души число судьбы число тела и ряд других ведических чисел кого заинтересовала эта тема и особенно стрельцов я приглашаю на вебинар который называется ведическая нумерология код да винчи он состоится в ближайшую пятницу оплата у нас не меняется и лекция и учебные пособия все это входит в три тысячи рублей на карту сбера вам нужно только прислать чек об оплате на дуга астролог собака gmail.com а мы вам вышлем инструкцию как зарегистрироваться на платформе если вы этого еще не сделали mdsl на которой пройдет видео лекция и откуда вы скачаете все учебные материалы по ведической нумерологии так что стрельцы мы вас ждем как сложатся дела у козерогов начало июня пройдет весьма спокойно и обыденно козероги будут придаваться самым простым делам и как-то настроение у них будет ровное и согласитесь что ровное настроение это само по себе уже хорошо единственное конечно вот этот пилигей 7 июня немножко может привести козерогов в раздражение но это ненадолго и в конце концов козероги придут в норму и у них все будет хорошо а вот что ждет водолеев в июньские треугольные дни а вот у водолеев может произойти неожиданная утечка персональных данных через всевозможные вот эти вот слабые пароли коды как код да винчи соцсети поэтому дорогие водолеи укрепите свою информационную и не только информационную безопасность потому что хакеры не дремлют они на вас охотятся всякие фишинговые атаки когда входишь в магазин совершаешь интернет покупку а потом окажется что это был поддельный магазин или зеркало сайта в общем получается что водолеи будьте на чеку постарайтесь защитить свою безопасность в июньские дни ну и наконец прогноз для рыб прогноз для рыб хороший потому что рыбы благодаря июньским событиям как-то сумеют поправить все расстроившиеся свои дела ведь с точки зрения знаков зодиака мифология христианства и символика иисуса христа это зодиакальный знак рыб хотя вроде подать рождения спаситель был козерогом но эпоха рыб космическая начиналась с этих новозаветных событий их тис это аббревиатура имени это рыба их тис получается их теологи так вот у рыб все как раз сложится в июне самым наилучшим образом так что рыбы мы вас поздравляем но как усвоить код да винчи как познакомиться с ведической нумерологией и ведическими богами задумайтесь пожалуйста я повторюсь я не исключаю что это финальный вебинар поскольку то что на меня навалилось такого еще ни разу не было просто нет возможности выходить с вами на встречи в стримах а я люблю в стримах потому что я живой я настоящий в отличие от многих других вещателей об астрологии но к сожалению пока приходится только так таким образом я еще раз в преддверии тяжелых с первого по седьмое июньских дат для здоровья хотел вас всех пригласить на вебинар ведическая нумерология код да винчи торопитесь принять участие потому что пятница уже скоро и 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